Дорогие отцы, братья и сестры, сердечно благодарю за ваши святые молитвы. Мы сегодня достигли уже середины с простой седмицы. И в эти дни, в понедельник, в створник, в среду, в церковь напоминает нам о том, что грядет Господь на вольные страсти нашего ради спасения. И сегодня мы вспоминаем одно из самых коварных событий в жизни всего человечества. Хотя и в те далекие времена, и до сегодняшнего дня, и во все времена, пока будет стоять нынешний мир, это явление, именуемое предательством, будет, к сожалению, существовать. И вот сегодня Иуда, предатель, принял решение, увидев, как одна женщина, проводившая жизнь в роскоши, принесла мира, именуя ее Евангелие блудной женщиной, блуждающей, которая действительно не могла найти подлинный путь, она блуждала по-милу всему, находя какое-то удовольствие в своей жизни, скопила богатство, приобрела на него драгоценное миро, и вот она сегодня увидела и познала того, на которого воздвела это драгоценное миро. И, конечно же, апостолы недоумевали, как Господь так допустил, чтобы на него какая-то женщина, блудная женщина, вдруг воздевала это драгоценное миро. И даже была попытка ее остановить, но Христос Спаситель, остановив своих учеников, сказал, «Она приготовила меня к укрепению». А Иуда, который, казалось бы, под таким благочестивым предлогом, ведь это же драгоценное миро, можно было продать его до больших денег, и под лживым предлогом, и раздать нищим, на самом деле позавидовал такой бессмысленной, на его взгляд, трати драгоценного мира, и принял решение пойти и предать Иисусу. И он, придя к первосвященнику, обратился к ним и спросил, «Что вы мне дадите, если я предам вам Учителя?» Конечно, иудеи понимали, что никто не мог предать его на распятие или какой-то другой смерти, но они уже для себя приняли решение предать его смерти, и не только его, а еще и Лазаря, которого он воскресил совсем недавно. Конечно, мы сегодня можем рассуждать и должны рассуждать на эту тему, на тему сегодняшнего дня, вчерашнего и наступающих дней страстной сезмицы. Конечно, многие из нас, особенно люди далекие от церкви, задают нечто подобное вопросом, но если он действительно был Сын Божий, если он действительно был Бог, неужели он не видел, что рядом с ним предатель? А вспомните, ведь совсем недавно, когда Христос Спаситель совершал молитвы и пост, зайдя на гору для молитвы и поста, враг его искушал и предлагал его в камне сделать шлебами. Он ему показал царство мира сего, «Если поклонишься мне, все тебе сдам». Ну а если сбросишься с крыла храма, то ведь ангелы возьмут тебя и понесут, о чем говорили пророки. Искушал враг рода человеческого дьявола, он и сегодня искушал Христа Спасителя, но Господь не поддался этим искушениям. Конечно, Господь мог из камней сделать хлебы. Он и сегодня мог бы обличить Иуду и сказать, «Предатель, но до каких пор ты будешь ходить со мной и мыслить о том, чтобы меня предать, первосвященник, и знал Господь, почему он этого не сделал?» Вы знаете, рассуждений, конечно, много на эту тему, но есть и ответы, которые должны удовлетворить наши размышления. Вот если бы только Господь поддался этому соблазну, этому искушению пражескому, то у каждого из нас был бы повод осудить и самого Христа Спасителя. Но сегодня ни у нас, ни у предыдущих поколений, ни у будущих поколений до скончания века, ни у кого не будет даже на маленькую йоту, на черту из райского алфавита возможности упрекнуть Христа Спасителя. Конечно, вы могли бы сказать, «Господи, как тебе было хорошо поститься, да?» Проголодался, и камни стали хлебами, поел и насытился, а вот как нам поститься, о, как тяжело, не думаешь, не достанешь, правда, как тяжело? А он захотел и в камень делал хлеб и насытился. Если бы он видел, конечно, он видел предателя, он знал о нем, но во Христе Спасителе преобладала божественная любовь. Он даже этого Иуду предателя, вот завтра мы будем об этом говорить на вашей службе, как он божественной любовью пытался даже Иуду обратить. Он не обречил его, а только говорил на тайной вечере, вот тот, кто обмакнет хлеб, салила или вино, вот тот и есть предатель. намекал, намекал неоднократно, не насиловал свободу человека, которую дал сам Господь, даже предателю Иуде. Нет. Он и нам не дает повода осудить и сказать, вот, Господи, как тебе было хорошо, ты увидел предателя, сразу же обмечил его и оставил крест на нем. А нам, как ли, среди предателей, то тот меня отрезал, то другой, я же не знаю, ты, Господи, все знаешь. Но и даже в этом случае Господь никому из нас не дает повода, для того, чтобы упрекнуть Бога в черта. Ведь совершенно не случайно Христос Спаситель взял своих ближайших учеников на гору Фавокус и перед ними преобразился, показал им свое божественное достоинство. Зачем он это сделал? Для чего? Да так для того, чтобы, когда его уже возьмут воины, предадут его осуждению и смерти, чтобы ученики потом вспомнили, что он им еще давно говорил об этом, наступит время, когда меня предадут самой позорной смерти, осудят меня на смерть. Но чтобы вы знали, что ради этого я пришел на землю, говорил Христос Спаситель. И вот он сегодня грядет на вольную смерть ради нас и ради нашего спасения. Чтобы ученики потом, видя его смерть, вспомнили, что не случайно его взяли воины в Евсиманском саду. Ради этого он пришел на землю, для того, чтобы спасти человека от вечной погибели и от вечной смерти. Ради нас и ради нашего спасения сошел на землю Христос Спаситель. И вот он сегодня грядет на вольную смерть ради нас и ради нашего спасения. Ну и сегодня мы вспоминая это страшное событие, предательство одного из учеников, должны и для себя сделать какой-то определенный вывод и вспомнить, что же произошло потом с предателем Иуда. Он ведь не обогатился этими деньгами, а блудниться. Ведь она же принесла это миро с каким намерением? Покаяться. Даже если она неправильно приобрела это драгословенное миро, она знала, что это божественный учитель, который учит только хорошему, доброму, вечному и святому. Она принесла ему все, что накопила за свою блудную жизнь. И она ему отдала, принеся покаяние о своей прежней порочной жизни. И получила прощение. И не только прощение. А Христос Спасителя сказал, где бы ни будет проповедана Евангелие во всем мире, будет сказано об этой женщине. Потому что она не только принесла покаяние о своей прежней порочной жизни, но и приготовила меня к погребению. Вообще вся страстная седница это подвиг для размышления, для нашего наблюдания и для нашего спасения. Предательство Иуды это предупреждение каждому из нас не подражайте Иуде. Потому что потом он раскается. Он не покается, он раскается, но наложит на себя руки. Блудница покаялась, и по учению Церкви она сподобилась во имя Писарства Божия, исправив свой прежний порочный образ жизни. И нас сегодня тоже Господь всех призывает принять участие в этих днях страстной седницы и сделать для себя вывод. Тот, кто осознает и поймет еще, что сделал что-то неправильно в своей жизни принести, надо успеть покаяние, а в своей жизни еще и постараться принести плоды достойные покаяния. И мне хочется пожелать, чтобы мы сегодня переживали, вспоминая все, что происходило сегодня в Иерусалиме, сделали и для себя определенный вывод. Господь – это всесовершеннейшая любовь. Он ждет от нас нашего искреннего покаяния, нераскаяния, не только раскаяния, а и покаяния, то есть раскаяться, сказать, в чем я грешен, и принести плоды достойные покаяния, изменить свой прежний порочный образ жизни. Ну и сегодня у нас уже засветилось в нашем сознании предстоящее светлое Христово Воскресенье. Сегодня мы совершили последние поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина, и тем самым завершили Святую Четвердесятницу. И мне хочется пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, крепости духа, чтобы оставшиеся дни Страстной Седмицы мы провели в молитве, в богоразмышлении, в богомыслии, и чтобы оставшиеся дни Страстной Седмицы подвидли нас пронести не просто раскаяние, а покаяние. И встретить светлое Христово Воскресенье чистым сердцем. Спасибо, Господи!